Ловля Астраханской в облах теперь целиком и полностью вне закона. Ученые говорят, что запрет на вылов судака в Азовском море положительно сказывается на его численности. Мужчину оштрафовали на полмиллиона рублей за вылов одного осетра на спиннинг. Ну, а где-то вместо штрафа отделываются общественным осуждением. Зачем рыболовный блогер принимает карасевые ванны? И как единственная девушка среди 68 руководителей Федерации рыболовного спорта России борется за популяцию рыбы в своем регионе? Смотрите в этом видео. Всем привет! Меня зовут Алиса, вы на канале Мир Рыболова, а это наша еженедельная рубрика «Рыб новости», где я рассказываю о самом интересном, например, спортивной, любительской рыбалке и всего, что около этой темы. Спасибо, что выбрали сегодня посмотреть это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, поддержите меня в комментариях. Ну, а мы начинаем! Самая обсуждаемая новость прошедшей недели. Мельсельхоз России ввел полный запрет на промышленный и любительский вылов в облы в России, в Каспийском море и в Астраханской области в 2025 году. Таким образом, специалисты пытаются восстановить, ну или хотя бы сохранить запасы некогда самой народной рыбы страны. Напомню, что в 2024 году вылов в облы был запрещен, но было небольшое окошко. С 20 по 30 апреля можно было все-таки приехать в Астраханскую область и половить в облу в свое удовольствие, но, конечно, с определенной нормой вылова. Так вот, в 2025 году запрет будет тотальный, вот прямо совсем-совсем нельзя. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что за 35 лет уловы сократились в 60 раз. Вы просто представляете, в 60. У меня здесь такой вопрос, то есть 35 лет назад ловили в 60 раз больше, соответственно, и ели в 60 раз больше. Также астраханский губернатор предложил и Казахстану подключиться к запрету ловли в облы. По мнению ученых из Волжско-каспийского филиала российского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, эффективным было бы продлить запрет на вылов в облы не меньше, чем лет на 5, а лучше еще и побольше. Здесь, кстати, надо понимать, что запрет отразится и на туристическом бизнесе в области, потому что многие рыболовы приезжали в Астрахань именно весной, чтобы половить в облу на поплавок или на донку и привезти домой целые ящики соленой в облы, вяленые, угостить соседей, друзей, ну и самому есть в течение года. Я, кстати, тоже ездила в Астрахань специально, чтобы ловить в облу и немножко приводила домой. Ну а вы ездили. И как вы считаете, насколько правильно ограничить не только промышленный вылов, но и любительский, и насколько это поможет в восстановлении популяции? Тем временем на рынках Астраханской области цена за килограмм вяленой в облы достигает 1000 рублей, то есть это практически как копченая форель. Кстати, очень интересно, как этот запрет повлияет на продажу в облы в магазинах. То есть неужели с прилавков, рынков и сетевых магазинов полностью исчезнет этот продукт? А если не исчезнет, то получается, что поставщики будут все браконьерами, а как на это будут реагировать представители власти, закрывать глаза, штрафовать? А, кстати, может быть, будут продавать свежую в облу под прикрытие прошлогодние? Ну, все будут как бы рубить, в чем фишка. В общем, здесь вопросов больше, чем ответов. Но, как говорится, весна покажет, кто где. Продолжаем запретные темы. Ну, точнее, темы про запреты на вылов. В общем, пока с облой все плохо. Ученые считают, что запрет на вылов азовского судака приносит свои положительные результаты. Долгое время судак был наиболее массовый из ценных азовских промысловых рыб. В основном вылавливали судака, который большую часть жизни проводил в море и только в Занельсце заходил в бассейн Нижнего Дона и Азовские лиманы. Но с 2001 года наблюдалось снижение численности судака в Азовском море по ряду причин. Первое – это, конечно, высокий уровень промысла. Второе – это прекращение искусственного воспроизводства судака. И третье – это снижение ареала его обитания в Азовском море из-за повышения уровня солености воды. То есть ему просто было там некомфортно. Вообще запас, при котором запрещается вылов судака, составляет 2000 тонн. Однако к 2010 году эта величина стала менее чем 0,5 тысяч тонн. Но почему-то только в 2017 году ввели запрет на его промышленный и любительский вылов. То есть получается, что 7 лет запасы судака были критически низкими, но его продолжали ловить. Мне вот кажется, что лобулу у нас довели по той же схеме. Ну а что же сейчас с Азовским судаком? Сейчас ученые говорят, что запасы его наконец-то перестали сокращаться, но все еще не сильно растут. Поэтому запрет на промышленный и любительский вылов судака в Азовском море пока снимать не предлагают. Вот представьте ситуацию. 2023 год, август. Мужчины жарким летом на реке, оп, ловят с лодки на спинник. И тут его приманка цепляется за какую-то снасть. Ну это он уже потом как бы понял. Он думал сначала, что зацеп. В общем, тянет-тянет, там зацеп, окажется не зацеп, а приманка зацепилась за леску. Он вытаскивает, а на то в конце лески оказывается сибирский осетр, е-мое, который, между прочим, в Красной книге. Но осетр признаков жизни не подает. Мужчина думает, ну что добру пропадать, возьму я себе этого осетра. Значит, осетра в мешок, мешок в нос лодки и поплыл дальше. Ну вот насколько он оказался невезучий, этот мужчина, потому что буквально через 15 минут к нему подплывает рыбоохрана с полицией. И говорят, мужчина, не только вопросики к вам, а давайте лодку показывайте. Ну а что в лодке? А в лодке мешок, в мешке осетр. И, в общем, сказочки про то, что он его выловил, как будто бы уже мертвый на чьей-то леске, стоили ему полмиллиона рублей. Инспекторы ему не поверили и, конечно же, предположили, что осетра на спиннинг он выловил сам. Но мужчина своей вины не признал. В общем, прошло полтора года и недавно его судили. Суд обязал выплатить его 481 тысячу рублей. А еще приговорил к двум годам исправительных работ. Вот такая история, друзья. Пишите в комментариях, как вы считаете, насколько справедлив суд? Может быть, это слишком жестко? Все-таки одна рыба на спиннинг и полмиллиона штрафа, так еще и два года исправительных. А может быть, только так можете бороться с браконьерством в нашей стране. Интересно ваше мнение. Ну, как вы понимаете, такая строгость у нас далеко не везде. То есть не все правила рыболосства у нас так контролируются. Вот, например, норма вылова. Вообще, по идее, 5 килограмм. Но где на это смотрят? Кого с этим проверяют? Не во всех регионах. Поводом для этой темы стало вот такое видео, которое опубликовал рыбак из Санкт-Петербурга. Окей, let's go. Ну, как вам? Завидуете или осуждаете? Как вы понимаете, в комментариях просто жара. И люди делятся в основном на два типа. Первый тип комментаторов, который говорит, Да все норм, слушай, ну карасе-то просто сорняк, лови сколько угодно. Вообще, красавчик парень отловился. Молодец. И второй тип. Вы все никак не нажретесь. Ты что, совсем больной вообще к рыбе? Так нельзя относиться. Рыбаком в импровизированной ванне из карасей оказался начинающий блогер. Ну, который, видимо, просто хотел так хайпануть. И у него это получилось. Автор видео сказал то, что половину рыбы, да даже больше, они с друзьями выпустили. То есть, как бы с нормами вылова все ок. И он был не один, их же там было несколько. Ну, а как вы к этому относитесь, напишите в комментариях. Вот лично мое мнение, знаете, брать рыбу для еды в каком-то адекватном количестве, это нормально. Но мучить ее, так сказать, перед этим, типа там, брать ее за глаза, фотографировать рядом с сапогами, прижимать ее ногой для фотографии, вот это вот валяться в рыбе, купаться в рыбе. Ну, вот, ну, зачем? Я не знаю. Меня, кстати, бабушка с детства учила то, что еда это не игрушка, и вообще хлеб выкидывать грек. Так что, уфу-фу, я считаю. И, как всегда, я стараюсь найти для вас хотя бы одну абсолютно позитивную новость за прошедшую неделю, чтобы мы с вами не теряли веры в человечество. Премию «Человек года» в сфере социально ответственного бизнеса выиграла Ольга Чернавина, единственная девушка среди 68 руководителей Федерации рыболовного спорта и организатор зеленого движения «Эко-навигатор». В начале этого года Ольга со своей командой запустила экологический проект «Рыбе жить», который направлен на восстановление водоемов, на сохранение биологических ресурсов в них и на повышение, так сказать, экологической грамотности населения. Проще говоря, ребята чистят водоемы, реки, озера от браконьерских сетей, доносят до властей, что водоемы нужно зарыблять, а вылов в них нужно контролировать. Устанавливают искусственные нерестилища, чистят берега от мусора и доносят до населения тоже важность этих тем, о которых, кстати, мы с вами и говорим в «Рыбновостях». Сама Ольга, несмотря на то, что на встречу с депутатами она надевает красивые платья, укладывает прически, совершенно не чурается показать своим примерам народу, как нужно заботиться о родных водоемах. Поэтому после ресторанов и переговорных залов она надевает болотные сапоги, куртку, которую не жалко, идет чистить берега от мусора или собирать старые вонючие браконьерские сети. Вот если бы у нас в каждом регионе была такая Ольга Чернавина, мы, может быть, и жили бы лучше, а может быть, и вобла у нас тогда не закончилась. Кстати, друзья, я думаю, что для нас это повод задуматься, что все в наших руках и мозгах, и нужно просто быть более инициативными. Но у меня на этом все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и увидимся на следующей неделе. Всем пока!